Вот мы всё смотрим на эту жизнь как конечный смысл жизни. А если бы мы вспомнили о том, что человек предназначен всё-таки не к этой жизни, а это если только переходная ступень, что подлинная жизнь и подлинные блага, и подлинные славы, и подлинные блаженства начинаются у человека только там, только там. Здесь мы гусеницы, помните? Гусеницы, ползающие по земле. А там бабочки летающие. А сколько пострадал людей? А зачем мученикам святых мучили, скажите? Зачем? А мы их прославляем. А мы их прославляем. Надо бы плакать и рыдать над ними, наверное. Ах, 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 они пожили бы ещё. Ещё б пожили. Ещё б пожили, и что дальше? И умерли бы, ну да. Всё забываем мы о смысле человеческой жизни. Что же? Церковь считает, что эти младенцы получат своё вечное благо. Слышите? Вечное благо. Меня всегда удивляет, чего мы решили, что вот этот, мы говорим, младенец умер. А с чего вы решили, что если бы он жив был, то это было бы для него лучше? Ну, с чего это мы решили, интересно? Что мы за пророки? Что за прозорливые? С чего? Вы знаете, что может быть с человеком? Да что угодно. Мы же знаем, на каждом шагу это слышим. И нет, начинаем. Ах, ах, он так. Ай-яй-яй. Вместо того, чтобы благодарить Бога, что он избежал, может быть, страшных вещей, с каких переживаний. Мы же взрослые. Сколько у нас переживаний? Ну, скажите, сколько скорбей у нас? Нет, они нас ничему не научают. Мы желаем ему, своему малютке, чтобы и он пострадал, как следует в этой жизни. Вот какая у нас, оказывается, цель. Ах, как жалко, он не пострадает. Он уже скончался. Ах, какое горе-то! Всё перевёрнутое, как у язычников. Кстати, вы знаете, был такой народ, фракийцы, у которых был удивительный обычай, интересный. Когда рождался ребёнок, они все собирались вместе и оплакивали. И говорили, какие несчастья, какие скорби, какие те предострадания могут быть. Наконец, сама смерть неизвестна какая. Может быть, лютая смерть. Представляете? Сидят и оплакивают. Здорово! А когда человек умирал, они устраивали великую, весёлую тризну. Весёлую! Наконец, всё уже! Ни один враг к тебе не прикоснётся. Никто тебе не принесёт никакого вреда. Наконец ты освободился! Вы знаете, я когда прочитал, думаю, да чего же умные! Боже мой! Какие умные люди! Это прямо позавидовать можно. А мы? Ах, владельцы погибли! Ах, какая скорбь-то! Лучше бы потом их какой-нибудь Ирод или Пилат там четвертовал или распял на крестах. Ну, ладно, хорошо. Вы мою иронию, надеюсь, понимаете, конечно. Да, конечно.